Было бы все хорошо, жили бы вы прекрасно, успешно, безмятежно, да и без проблем, особенно в 90-е актерскую жизнь. Ну, не сложно вас в это вот кинопродюсирование, самому делать кино. Это в пору, когда вообще такой профессии не существовало еще кинопродюсер. Вам это зачем? Вы знаете, первоначально я боялся этого диагноза. Я думал, что я потеряю актерскую профессию. Режиссером я быть не мог, и первое, что пришло мне в голову, что, наверное, я могу стать продюсером. Кинопродюсеры в стране были. В стране не было продюсеров, которые делали телевизионные сериалы. И я, как всегда, очень быстренько взял и реализовал эту идею, начав снимать кино. У меня практически вообще не было никакого опыта. Никакого, абсолютно. Я вообще не имел представления о том, как делается телевизионное кино, и я влез в историю под названием «Королева Марго, графиня Монсаро». Это было 50 серий тогда на запуске. Безумие. 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 А в стране какой? 93-й, что ли, да? 93-й, 4-й, наверное, год, 95-й. На мосфильме, на огромном мосфильме, все павильоны были заняты под памперсы, сахар, песок, еще что-то. И если по коридору шел человек, а мосфильмовские коридоры, это 200-300 метров, можно было кричать «Секундочку!» и полностью быть уверенным, что это мой сотрудник. Других людей на мосфильме не было. А следом была графиня де Монсаро? Да. Графиня де Монсаро снималась параллельно. Она не была следом. Это была технология, которую я придумал. Там было два павильона, которые стояли на мосфильме. Один павильон был вот этот, четвертый. Один был первый. В одном павильоне были построены все помещения, внутри которых происходило действие. А во втором павильоне были улицы Парижа, когда действие происходило снаружи этих помещений. И одна группа снимала в первом павильоне, одна в четвертом, и они менялись. И в результате мне удалось в одних декорациях снять два сериала в одно время. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ